Всем привет, дорогие друзья! Помните, мне моя подписчица дарила вот такой вот набор? Знаете, в чем прикол? Я сейчас разобрала эти ниточки. И я поняла, что здесь не все цвета ниточек. Должно быть их 14. А у нас, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А где еще пять цветов? Тут нету всех ниточек. Вот по схеме тут, получается, ниточек нет. А вот это вот я все разобрала, все, что было в наборе. Ну ничего, у меня есть свои запасы ниточек. И я сейчас попробую подобрать тогда свои. А эти уберу, потому что тут непонятно. Цветов-то больше нет, понимаете? Все, все, что было в наборе, я все достала. И, кстати, вот такую вот канвушку я выбрала к этим розочкам. Видите-ка, она будет красивая. И розочки на ней будут очень классно смотреться. Как думаете, напишите в комментариях. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 8 часов, что ли, ровно. А нет, 15 минут 9. Я уже с садика пришла. Зашла в магазин, купила масло крестьянское. По-моему, по 38 или по 39 рублей. Но я его беру, оно хорошо выпечку. У меня оно закончилось, а без него с другим маслом, ну, какой-то не такой тесто, не вкусно получается. Также взяла сметану и творог. Ванюшу, потому что сейчас дома она чем-то его подкармливает вкусненьким. А то он ничего путем есть не хочет. Я себе делаю кофе. Сейчас пойду монтировать влог, который надо уже выпустить. У меня сегодня еще дома Егор. Пока ему к третьему уроку. За деньги придется ездить ему сейчас, потому что талоны только на обратную дорогу дают. Поэтому он будет за деньги утром ездить. По идее, видите, он должен быть с первой смены, с восьми утра учиться. Но так как пока учителя болеют, он учится то со второго, то с третьего. Ладно, когда со второго. Он может уехать на школьном автобусе и там посидеть один урок. Ну, а когда с третьего урока он еще два урока будет там сидеть, это тоже тяжело. Поэтому он остается дома и потом едет на автобусе за деньги. Вот так вот. У тебя, Егор, в девять сорок пять лет, да, уроки начинаются? Да, в девять сорок пять лет уроки начинаются. Он на девять сорок пять и поедет. Поэтому вот так вот. У Маши в один с тридцать поедет. Света тоже в один с тридцать, по-моему, она говорила, поедет. Ну, вот как-то так. Со второй сменой у меня Света и Маша. Егор получается как наполовину со второй смены. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Сегодня будет день, так, немножко насыщенный, немножко нет. Ну, для меня будет насыщенный, потому что я буду дальше убирать обои. Для вас, не знаю. Снимать я это пока не буду, потому что там полный хаос вообще в коридоре. То, что я делаю. Не знаю, может быть и сниму, может быть и нет, еще не знаю. Но попробую. Надо еще занести обои, нарезать кусками, чтобы потом легче было. Ладно, оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего, хорошего дня. Так, дорогие мои друзья, начинаем готовить, кушать. Здесь будет у меня суп. Здесь немножко сделаю пюре и рыбные, ой, это фу рыбные, куриные палочки пожарю. Ну, немножко пюре сделаю, чисто так, на раз поесть. Сейчас затоплю печку и будем варить. Нарезала уже картошку для супа, морковку и лучок. Печка моя топится. И здесь все стоит вариться. Сейчас хочу чайник вот этот вот помыть, потому что его весь замызгали. Я сейчас сделаю творог. Уже дала Машеньке кушать, чтобы она перед школой поела. Маша, ты ешь, а я потом тебя переплету. Хорошо? И сейчас Ванечка проснется, наверное, скоро, но она обычно часов до 11, до 12 спит. Время сейчас еще только 11 час, 20 минут 11, поэтому он еще спать будет. Достала, сейчас сделаю. Творожок отпускает кушают. Сегодня днем надо посмотреть, может, еще там творог привезут. Если привезут, надо еще деткам купить творог. Сахарочка, Ванечка проснется, и он уже тепленький будет. У нас температура самая то. С холодильника, потому что достала, чтобы он не был сильно холодным. Чтоб, не дай бог, он у меня уже не заболел. Так, все. Вот такая порция творога у меня готова. Машенька у меня уже кушает вон там. Видите? Сидит и ест. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я продолжаю. Топлю печку, варю пюре, будем супик варить. Не знаю пока какой. Сейчас у ребятишек спрошу дома. У меня уже Света и Маша остались. Я Егорушка уже уехала. Сейчас у них спрошу, какой суп он сварит. Скоро уже сварится картошка. Маша даже не доела творог. Едок называется такой. Ничего путем не ест. А я пока не хочу сюда. Творог хороший. Ребята, меня спрашивали про эту толкушку. Она вот такая вот. Видите? На нее нажимаешь, и вот картошка просачивается через эти дырочки. Очень удобная. Мне понравилось. Очень классно делать картошку. У меня для этого... Сейчас я покажу, какая была. Вот такая вот она у меня. Вот эта вот часть вся гнется, когда делаешь картошку. Она прогибается вовнутрь так. И неудобно делать ей. Она и ржавеет уже вся, видите, в ржавчине. Вот эта вот мне понравилась. Если ее не забуду, оставлю ссылочку на нее. Ну, мне понравилась толкушка. Это не реклама, ребята. Это я когда-то купила. Вот она. Во. Ладно, картошка скоро уже варится. Ой, сварится и будем делать пюре. Котлеты надо достать, забыла. Котлеты надо достать, забыла. Все, дорогие друзья, приготовила пюре. Вот такое вот оно у меня получилось. Не густое и не жидкое. В самый раз. Детки придут и будут кушать. Ну, пока Света дома. Сейчас еще котлетки пожарю. Может, она успеет еще поесть. Также дальше жарю супик. Пусть жарю. Варю. Все, уже заговариваю всегда. А здесь у меня жарятся куриные палочки. Готовим дальше кушать. Ванюша еще спит. Время у нас что, 11 часов уже? Ну, что-то он сегодня долго спит, беда. Всегда он раньше просыпает, но тут что-то долго там спит. Ну, спит так уж, спит. Я в зале топлю печку. Здесь топлю, в зале топлю. Потому что вечером мне некуда будет. Поэтому вот так вот. Готовим дальше кушать. Ваня, наконец-то проснулся. Ваня, скажи привет. 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 А что ты котлетки на стол-то ложишь, Ванюш? Смотри, мама тебе приготовила пюре, сколько котлет. Давай вот сюда вот положим. И мама тебе их разломает. Вот так вот. Может тебе вилочку дать? Да. Да, сейчас мама тебе... Не можешь ложкой, да? Ну, сейчас мама тебе так вот разломает и принесет вилочку тебе, да? Сейчас мама вилочку принесет. Будет Ваня кушать? Ваня, выспался? Ваня, посмотри на маму. Ваня, выспался? Ой, ты что трясешься весь? Дома тепло, не ври. А у нас сегодня на улице идет прям сильный снег. Так классно. Только дорожки потом придется идти чистить. А так вообще супер. Вообще хорошо на улице. Так, положила всем кушать. Деткам по две, взрослым по одной котлетке. Ну, это так вот делается. Тут вот это Маш... Ой, Маша. Мужу курица в последний кусочек был вот положила. Ваня не захотел, поэтому муж будет есть. Ваня котлетки тоже взял. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У нас в день, и я иду на почту. У нас все завалило. Все дорожки. Да, Тайсон? Иду на почту, там посылочка пришла. Надо сходить забрать. А потом в город поеду. Смотрите, там Ванюшка. Я ходила на почту, забрала посылочку. Две. Одна от Василька, другая от моей подписчицы. Она мне отправила от своей бабушки. Остались ниточки и канвушка. Потом приду, вам все покажу. А сейчас я поехала в город. Я на 4 часа записана на брови. Поэтому едем туда. Третья там еще, ребята, посылка пришла. Но я физически бы ее не дотащила. Потому что три посылки за раз нести, это очень дорого. Я не знаю, что там за третья посылка. Я сказала, что я ее завтра заберу. Поэтому вот так вот. Ладно. Бежим на автобус и едем в город. На брови. Посмотрим, что получится. Потом вам все расскажу и покажу. Всем еще раз добрый вечер. Многие удивились, да, меня так увидеть. Съездила я сегодня на бровки. Огромное спасибо этому человечку. Просто классно так. Я только зашла с улицы. Уже умылась. Ну, руки помыла, но еще не это. Пишите, как вам? Огромное спасибо. Не буду оставлять ссылочки ни на кого. Потому что все сразу подоют реклама. Если кому надо будет, напишите в личку. Я вам дам адрес специалиста, который делает. Вот мне понравилось. Слушайте, и так подушевно, знаете, мы поговорили, поразговаривали. Вот этого давно мне так не хватало, чтобы сесть и поговорить спокойно. Ну, пока у нее там была, все нервничало. Детей надолго я дома от них оставила, переживала. Все, на телефон поглядывала. Ну, так все хорошо. Сейчас пойду распакую посылочку, которую мне прислала моя подписчица. С ниточками очень хочу ее распаковать. А одну посылочку завтра еще заберу на почте. Сейчас открою. Так что вот так вот. Я уже забрала Марийшеньку. Что-то, Мариночка, банан свой ищешь? Вон там, дляставай. Зашла по пути сразу хлебушек купила. Подписчица им дала конфеток вот таких вот. На, Марина открыла. Дальше сама откроешь. Я не кушаю. Так, ладно, подойду я сейчас отдохну. Немножко согреюсь. Напишите, как вам. Немножко необычно. Я зашла в комнату, Егор на меня послез, смеется. Мама говорит, необычно, непривычно, говорит, так на тебя смотреть. Это то, что брови сделала или как-то еще что-то. Напишите ваш комментарий. Буду ждать. Дорогие друзья, я уже отдохнула немножко. И хочу сейчас вместе с вами распаковать вот такую вот замечательную посылочку. От подписчицы, от моей. Это Евгения. Евгения, огромное вам спасибо. Посылочка дошла. Все в порядке. Сейчас мы с вами распакуем. Я знаю, что там, ребят. Я просто ждала ее. Я знаю, что там суперская посылочка. Огромное спасибо. Она мне когда написала, я сразу согласилась. Ну, потому что от такого вышивальщица явно не откажется. Там ниточки от ее бабушки еще, которая вышивала бабушкой. Кыш, ты без штанов, кыш, штаны одевай. И вот там она мне их предложила. Я сразу согласилась. Огромное вам, Евгения, спасибо. Дай бог вам крепкого здоровья. Тут вот такой вот пакетик. А в нем, смотрите, целая куча ниточек. Сейчас мы распакуем все и посмотрим, что там. Слушайте, как классно. Здесь канва. Канва 14-го каунта. Да, ребят. 14-й каунт. Причем тут... А тут не только 14-й каунт, ребят. Тут еще и 18-й по ходу дела есть. Слушайте, как классно. Огромное спасибо. Вот такие вот большие куски ткани. Канвы. Не ткани, правильно говорится? А канвы. Огромное спасибо. Слушайте, классно. Вот такой вот канвы, как раньше были у наших бабушек и дедушек, сейчас не найти. Вот это вот для меня. Это просто золото. Спасибо вам огромное. Дальше. Что здесь есть? Это, я так понимаю, пяльца такие. Слушайте, я такие пяльца первый раз вижу. Смотрите, какие интересные. Они вот так вот достаются. Это можно, наверное, как и рамочку сделать для вышивки, да? И как пяльца. Слушайте, какие интересные. Такие необычные. Спасибо огромное. Я обязательно их испытаю. И дальше, ребята. Здесь дальше ниточки. Ниточки еще старых производств. Мулине. Кирова. Вот такие вот. Смотрите. Новые еще, представляете? Новые. Тут целый пакет. Целый пакет ниточек. Это классно. Слушайте, теперь у меня есть чем заниматься. Я буду сидеть и опять перематывать. Тут номера, ниточек есть. Не на всех, правда, сохранились, но ничего страшного. Машенька, помоги ему. Ничего страшного. Даже то, что не на всех номера сохранились, это ничего страшного. Тут каждый по 20 метров, представляете? Тут разные. Тот, кто вышивает, тот меня поймет. Тут смотрите. Маш, помоги, пожалуйста. Такая коса нита. Смотрите, какая разноцветная косичка. Да. И яркие, и всякие. Господи, какая красота. Евгения, дай Бог вам крепкого здоровья. Ему жарко. Слушайте, ниточки классные вообще. Спасибо огромное. Я очень довольна. Хомяк мой доводен. Вот такая вот коллекция. У нас нет хомяков. Но я хомяк. Я вышивальный хомяк. Маша говорит, у нас нет хомяков. Кука. Да. А канва это вообще. Вот такую канву найти сейчас проблематично. Тут 14-й, тут есть и 18-й каунт. Вообще прям классные. Кусочки такие. Вот смотрите. Прям кусочками есть. И большие тканюшки есть. Это мама. Да. Ой, сколько мамы тканюшечек. Огромное спасибо, Евгения. Я очень вам благодарна. Теперь мне будет чем заняться. Я могу. Да. Вот такую вот посылочку распаковали. Там еще одна посылочка пришла. Но там от Василька пришла. А третью я не смогла забрать с почты. Ванечка, не надо. Я завтра разберу ее. И завтра уже засниму сразу эти две посылочки. Да? Тишина будет с утра. Мне завтра надо в город ехать. Я не знаю. Мне придется, наверное, с Ваней ехать. Маша, тебе завтра во сколько в школу ехать? Поедешь в 11.30. Ваню у бабушки оставь? Нет. Так я могу на полдесятого уехать. Маша до 11.30 дома. Я успею забрать сертификат. И домой быстрее быть. Да. Ладно, дорогие друзья. Всем желаю крепкого здоровья. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Так, немножко маломальски показала что-то. Ну, совсем немножко. Поэтому оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Пишите вам, как мои бровки. Спасибо большое этому человечку. Я не буду называть имен. Ничего не буду называть. Чтоб вы потом не думали, что это ради рекламы. Огромное-огромное тебе спасибо. Хочу сказать. Ты вообще замечательный человечек. Спасибо всем. Ну и всем говорю пока-пока. Ваня, иди скажи всем пока-пока. Иди сюда. Говори пока. Отправь поцелуйчик. А так. Как ты делаешь девочкам поцелуйчик? Ой, тебя маленький мой. Всем пока-пока. Пока-пока.